Сегодня будем заниматься установкой второй раз вот этой светодиодной ленты на потолок. Сейчас без подсветки, а сейчас с подсветкой. Получается вообще прям красота. Без подсветки, с подсветкой. И при этом можно мутить ее просто разным цветом. Зеленым, можно сделать синим, можно сделать красным. Или, конечно, по-разному настраивать. Сегодня все покажу. Я, кстати, подумал, что, наверное, я сам себя могу назвать человеком с самой дорогой подсветкой. Ну, именно такого вот по сетапу. Если из дома, из Москвы взять и здесь, то это, по-моему, реально так. То есть самая дорогая подсветка, мне кажется, только у меня. Надо будет посчитать, сколько у меня реально подсветки здесь. Просто дохренищек. Это просто пипец, ребят. Самая жесть, когда включаю здесь стербоскопы есть. Прикольный эффект на видео, наверное, получается. Потрясающе. Начинаем этот влог. Давайте. Погнали, вперед. Этот телефон я разыгрываю. Переходите в видео обзор этого смартфона. Там нужно поставить лайк и написать любой комментарий. Дальше по уникальному пользователю через недельку выберу. Очень все простенько и по-честному. Доставка будет по России бесплатная. И вышел на него еще супер-мега распаковка. Это вот моя АСМР в черных перчатках. Ссылку на эту распаковочку вам тоже оставлю в описании. Кому интересно, на мой секретный канал. Так, камера просыпается. Просыпаемся мы в пробке на Люблинской улице. Всем привет. Сегодня у нас... Какое? Боль. 13-е. Ты как голосовой помощник. Спасибо большое. 13-е. Оля, какое число. 13-е ноября. Мы сейчас Олю везем к стоматологу. Оставим ее. И дальше с Темкой поедем в магазин «Глобус». Для того, чтобы закупиться всякой едой к его дню рождения. Так, все. Услуги такси закончены. Все, Темка. Я, кстати, Темку пересадил. Теперь он с той стороны сидит. Вот. Едем в «Глобус». Вперед, мужчины. Все, там ничего нажимать не надо. Ты просто держи. Самое интересное, что теперь оператор может снимать. Я не другую. Нет, ты сюда, Тема, на меня наведи, чтобы я в экранчике был. Во. Все, едем в «Глобус». Смотри, что такое ясное. Красное. Красное – это хорошо. Это, значит, записывает. Вот, маленький зверьев. Нужно купить мясо. Вот. Шею, сельную, на шашлык. И обязательно селедку в жестяной банке, чтобы селедку под шубу я сделал. Устас. А теперь нам нужно... А, вот так? Ну, давай тогда. Хватит. Нет, оба. А теперь минутка интересной интеграции, ребят. После выпуска очень успешного бюджетного флагманского смартфона «Умедиджи F2» «Умедиджи» выпустил еще один флагман этого года. Они выпустили свою новую серию спортивных умных часов «Умедиджи U-Watch GT». Часы будут доступны по всему миру по снежной цене. Именно 28 ноября, в День Благодарения. Так что есть отличный повод урвать их с офигенной скидкой. Отличительной чертой «Умедиджи» является водонепроницаемость на уровне 5 атмосфер. Что означает, что часы водонепроницаемы на глубине до 50 метров в течение 10 минут. Охренеть! Одним из самых больших обновлений от предшественника является дизайн, конечно. Более совершенный округлый дизайн с некоторыми улучшениями функций. Часы имеют 47-мм корпус, а в нем спрятан экран с диагональю в 1,3 дюйма. Устройство поддерживает Bluetooth 5.0. Часы умеют отслеживать свою активность в спорте. Это, к примеру, может быть как бег, ходьба, пеший туризм, езда на велосипеде, ну, либо плавание. Недавно у них появился «Умедиджи» Power 3. Это игровой смартфон с офигенной батареей. Там 4 камеры, и теперь они 28 ноября презентуют свои новые часы. Так что ссылка будет в описании. Так что переходи, если понравится, оформляй предзаказ именно 28 ноября по сниженной цели. А еще раз подержи. Только ничего не нажимай. У нас в дом появился киперинг. Ноябрь, а у нас все еще, видите, зеленые газоны. Летом все переложили, у нас новые газоны, как будто это Canada Green какая-то. Снега нет. 13 ноября. Здесь снимаем здание. Ага, здание. И переходный переход. С ребенком хорошо. Всегда есть с кем поболтать уже. По Лугоградке хорошо. Едем из Москвы. Всегда вот обожал. Даже в последнее время, когда работал. То есть ты с утра, когда все едут в Москву, ты едешь из Москвы. Замечательное чувство. Когда у тебя нету пробок, ты едешь, блин, очень свобода. Мы приехали. У мужчин важное задание. Я, кстати, давно начал не парковаться на местах для людей с ограниченными возможностями. Не знаю, я как-то решил вот реально начать себя. Я, конечно, не хвастаюсь, но прямо вот давно решил. Вот здесь у нас притом это нормальные места, а вот здесь начинаются уже места для людей с ограниченными возможностями. И вот это как будто все, все, как будто вот все инвалиды. У нас это идеальный шопинг. Значит, с этим, со сканером. Потом ничего на кассе не нужно пробивать. Терешка, машинка и новые технологии. А Темки наушники одел, чтобы он не бегал в магазин. Темка теперь ездит на машинке и слушает мульты. Вот так вот. Самое клевое, что ребенок может полностью ходить по детскому отделу. Так, проезжаем. О, какая штука. Да, ты с ней уже два года здесь знаком. Каждый раз играет с ней. Обедаем с Темкой. Взяли сосиски себе и вареные морковки. Я сейчас прямо здесь, на парковке Голубуса, поснимал видео про М30С. Ну, здесь заставочки, там красивые кадры. Заставку для видео как раз сделал. Прикольно, красивый аппарат. Я его, кстати, ребят, разыгрываю, если вы не в курсе. Я его разыгрываю, прям вот этот, да, который у меня на обзоре. И доставка по всей России, там очень простые правила. Типа, зайдите на видеообзор, просто лайк поставьте и напишите комментарий любой. Потом по уникальному пользователю выберу через недельку. Так что, ну, для вас как бы не халява, но какой-то с ней буду реально выиграть телефон. На самом деле, тема очень клевая, когда удается что-то разыграть. Отправку буду делать сам. Доставку сделаю по России. Потому что в те случаи, когда я делаю доставку, к примеру, по СНГ, очень, на самом деле, дорого выходит отправить Smart. Smart очень дорого, прям вообще, ну, прям накладно. Просто там за отправку, знаешь, касать платить, проще не хочется. Вот, а здесь по России сделаю доставку для вас бесплатная. Ну, и вот так, лояльность аудитория, заработаем, малец. Наш зимний сад. Здесь новая партия помидоров подрастает. А это уже совсем старые. У нас сейчас их есть. Здесь еще лучок растет. Фермер, зверье. Ну, конечно, вот эти помидоры уже, все, это вот самая первая партия, которую мы сажали. Нужно здесь остатки снять. Сейчас будем есть. Тут, на самом деле, наверное, надо снимать и уже выкидывать. Вот, краснюшка. Ну, и такие еще, знаешь, не поесть, а вот для эстетики. Как выращивать. Вот здесь вот, смотрите, желтеньких сколько. У, красота. Вот эти, которые выросли, они, в принципе, очень долго желтеют. Не знаю, стоит их ставлять, не стоит. Но вот эти сейчас будем есть, что-нибудь с маслицем, итальянским порьем. Типа это, знаешь, будешь такой кушать. Ты сам дома в Москве вырастил помидорчик. Сейчас вкусно. Да, не богато. Но вот, вот так вот. Пахнет помидорами. Уже следующий день, и мы отправляемся на дачу. Хочу сегодня замутить подсветочку опять под потолком. А то соскучился по ней уже. Отличная погода. Спасибо большое. По стандартному стандарту заехали. В Макдональдс я сейчас всех кофе взял. И темких картошечек фри. На улице холодно. Ежу в шок. Поэтому опять что-то зимы у нас как-то не обещается. Вроде уже 15 ноября завтра. А после 20 16. И что-то и нет еще. Кому-то хэппи мил. Держите. Не знаю. Посмотрим. Почему-то у меня самый любимый кофе получается. Вот реально из Макдональдса. Не знаю. Класс. У меня просто он самый вкусный. Темки взяли в хэппи миле робота. Вон там этот аудиоробот. Ему что-нибудь говоришь. А он там тебе отвечает. Вау. Раньше у них было максимально 0,3 размер чашечки. Но после того как видимо я начал часто-часто пить кофе. Они сделали на 0,4. И теперь везде вот 0,4 грант. Только знаете где-то примерно год назад вели. Не представляю как я страдал в Италии. Когда в Италии не принято такими размерами кофе пить. Там только эспрессо. И все. Там только нормальный кофе. Ну да. Но на самом деле там заходишь, приезжаешь. Не важно. Прилетаешь, приползаешь. Особенно в Мак. А там тебе маленькую штучку такую нырять. Ну вот мы и на даче. Блин, машина грязная. Надо будет заехать как-то помыть ее что ли. Я уже давно переобулся. Все зима. Я кстати без шипов. Уже жду в луге декабрь. Когда можно будет по утрам выходить. И прямо здесь голышом стоять. Чтобы закаляться по утрам. Ну прикольно. Так как всегда по дороге на даче покупаем крылышки. В этот раз все короче. Кефси совсем обнищало. И перестали класть даже тарелочки сверху. Вот здесь раньше были фирменные закрывашки. Потом просто тарелки. А теперь просто вот так вот. Ну я ничего не имею против. Но тенденция какая-то. Давно уже не пользовался здесь подсветкой. Потому что у меня помните. Я делал вот здесь вот по потолку полностью. То есть подсветка и которая бегает. Которая светится, меняется, управляет через телефон. Вот потом когда мы здесь делали небольшой ремонт. Крели как раз в эти вот уголки. Потому что там трещины были. И после этого наклеил второй раз тем же самым скотчем на этот угол. И все отвалилось. Потом за раз начало отвариваться оттуда. И так вся подсветка просто рухнула. Сейчас мне нужно найти эту самую подсветку. Заново короче весь старый скотч снять. И приклеить все это нормально. Буду клеить вот с этой стороны. Чтобы когда вот смотришь отсюда, все светилось туда. А то здесь вроде красиво, а здесь ничего не светится. При этом буду сейчас все в конце выходных ставить свой диван. Оля здесь себе небольшое рабочее место тоже сделал. Вот здесь как консьерж. Будет только кто там идет. Так, вот здесь, Тёма, у нас с тобой, смотри, вот эта вот подсветка. Подожди, не, не, не бери. Так, здесь две подсветки. Это ив. Она не очень интересная, но тоже прикольная. А мне нужна вот эта. Ее нужно сейчас вытащить, потому что она вся в этом двухстороннем скотче. И как-то ее оживить. Вот так вот выглядит вся подсветка изначально. Вот так я все сложил. Вот он. Спененный двухсторонний скотч очень хороший прям. И вот нужно его отсюда оторвать и заново его сюда приклеить. И все заново повесить. Ну а ничего, сейчас сделаем из этого красиво. Так, ну это идет у нас вот сама в розеточку. Дальше у меня тут еще есть прокладка вот этого кабеля. И надо будет вот так, начиная отсюда клеить. Одну полосочку прицепил. Все работает. А это новый скотчек. Вот я его в этом, в глобусе купил. Спененный двухсторонний. Очень хорошо клеится. Начинаю установку всей вот этой фигни. Буду начинать вот отсюда. Первый отрезочек готов. Вон он, светится. Там да, сейчас будет немножко отваливаться. Надо будет заново сделать. Один маленький отрезочек готов. Осталось еще вот это все. Да. Ну вот, говорит, тут будет опять... Должно быть бомбовски. Вот так сказать, прикольнее. Да что-то я до этого просто на принтус клеил, а сейчас подняю. Смотрите. Продолжение следует. работа идет сейчас вот снимаю значит старый скотч обрезаю наклеиваю новый по линии и вот с одной стороны потом тоже это буду все обрезать чтобы но кроме ленты ничего больше не было видно а то до этого у меня видите такие вокруг ленты лопухи висят слева справа вообще некрасиво было но это когда второй раз клеил схалтурил вот реально схалтурил потратил меньше времени но все отвалилось и из-за того что вешал не на вот такую поверхность она этот на блин уголок уголок пластмассовой чуть с этим скотчем хреново работает все делаю по уму это кстати заметил но видосик motorola новые раскладывающий смартфон представили охренеть прикольно типа razor благодаря раньше motorola был прикольно да ты издеваешься на счету такое кусок варяется ну блин верти нормально пригрел что такое то честно при вообще не понимаю за счет происходит новый скотч новый до этого держалась отлично он с этой стороны нормально все вообще прям идеально прицеплена сейчас попробую включить здесь пока питание вывел так работает вроде все но с этой стороны конечно очень козырно смотрится окошки все закроем сам покажу сюда а подсобку можно ландай закрою нужно нужно закрывать все окна такой чтобы света было минимум туалет так вот я не понимаю чё на сейчас часто творилось блин я что на приклеил там ты-то двух сторон скотч до до этого когда крепишь на вот это вот ну вот это вот покрытие вообще прям намертво и сейчас чуть-чуть пониже запустил знаю в чем проблема проще очень уж бесит в темноту можно сказать сейчас на слишком темно как-то так получилось надеюсь больше не отварится это самое минимальное значение можно сделать вообще вот так максимально видео очень очень сильнее можно краснющие сделать давай сейчас просто так вот чуть потемнешь можно было желтый зеленый прикольно прям все с телефона так управляться можно так делаю фух ну главное здесь кабеля не видно здесь тоже пока все нормально вот очень клевое реально управление прям очень что мне больше нравится синенькая притом ты делаешь знаешь как в кинотеатре вот вечером бац такой вроде не напряженная и самое мое любимое это можно когда стоишь так эффекты здесь такой примеру эффект применяешь разноцветный учета будет применяться да он сейчас применился делаем эффекты перемещения вот так вот здесь сразу видите у меня подсветка вот называется потолок одна одна и вторая вот это вот называется тайл то есть они все с этого приложения управляются и дальше так поярче сделаем и вот эта тема перемещается если вы сейчас так присмотритесь то есть вот синий цвет ползет ползет и у ползает все это можно менять в этих в масштабах вот такая вот тема получается и подсветка еще не умеет делать так вот стробоскопа типа у тебя как будто здесь клуб настоящий но самый любимый мой вариант это такой синенький на самом вот минимальном уровне прям вот на самом минимальном уровне все закрываем свет везде сейчас мне точно не нужен вот прям на самом минимальном и когда ты вечером здесь смотришь кинцо прям вообще идеально получается ну все теперь мне не только берлога подсветочная но еще и здесь нормально аннуто и внизу все как надо везде везде лента ребят что думаете аренда кстати называется лиф x z-pone strip что сейчас я найду сколько интересует сейчас лифт xz такая лента ни хрена себя то есть два метра стоят 9000 рублей ни хрена себе в россии продают я просто из америки заказывал и при этом мне еще дополнительный комплект был из просто рента то есть такая вот фигня преимущество в том в отличие от других вариант что здесь получается есть вот этот эффект перемещения и довольно таки удобное управление именно с мобильного телефона потому что который их у меня в дом дома стоит за мониторами она не умеет перемещаться а это надо очень прикольно выглядит она не умеет перемещаться здесь вот эффекты эффекты на этом она сделана типа прикольно вот по всему остальному стоит дохрена конечно очень много 9000 рублей офигеть вот еще новый эффект у них что можно на кухне поставить но тема вообще клёвая вот как раз сетапчик у них еще есть такой помбим называется тоже клёвая стоит тоже до хренича знаете сколько стоит вот этого тавил я поможу покажу лиф икс style 22 ты не знаю это сразу комплект 17000 умные панели но даже вот серфис white ну да короче 17000 рублей можно дешевле дешевле найти вот эти вот пять панелек 17000 либо 20000 охренеть и здесь еще здесь представляете здесь комплект здесь типа вот это вот где-то два метра плюс тут еще два метра плюс еще два метра где-то еще плюс два метра то есть где-то такой разброс это кстати подумал что наверное я сам себя могу назвать человеком с самой дорогой подсветкой именно такого по сетапу если из дома из москвы взять и здесь то это по-моему реально так то есть самая дорогая подсветка мне кажется только у меня надо будет почитать сколько у меня реально подсветки здесь просто дохреничек это просто пипец ребят очень удобно что можно по меру сразу одной клавишей выключить его ту и эту подсветку то есть это типа одно приложение для всех и также одновременно их настроить красотища спасибо что досмотрели до новых встреч давайте ребят пока